Капитанская дочка Ребята, для начала давайте вспомним, что такое композиция. Композиция – это построение, структура художественного произведения, отбор и последовательность элементов изобразительных приемов произведения, создающих художественное целое в соответствии с авторским замыслом. В структуру композиции входит завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Также элементами композиции являются эпиграфы и вставные эпизоды, послания, части, главы, описания, портреты и пейзажи, диалоги, монологи, письма и песни. В романе «Капитанская дочка» реализуются две сюжетные линии, и поэтому главными действующими лицами в зависимости от главенствующей сюжетной линии являются Емельян Пугачёв, Пётр Гринёв и Мария Миронова. Давайте познакомимся с композицией произведения. Экспозицией романа является детство и воспитание Гринёва. Завязкой является знакомство с Марией Ивановной. Развитием действия является жизнь Белогорской крепости и ссора со Швабриным. Кульминацией произведения являются дуэль и разгневанное письмо отца. Развязкой произведения является помилование Гринёва. А эпилогом – казнь Пугачёва и вместе с тем счастливая жизнь Петра с Машей. Вторая сюжетная линия «Капитанской дочки» – это большая история. Экспозиция детства и воспитания Гринёва. Завязка. Буран. Встреча с вожатым. Первая встреча с Пугачёвым. Развитие действия. Жизнь Белогорской крепости. Кульминация. Вторая встреча с Пугачёвым. Отказ присоединиться к мятежникам. Развязка. Третья встреча Гринёва с Пугачёвым. И эпилог «Казнь Пугачёва». Героем, объединяющим две сюжетные линии, является сам мемуарист Пётр Гринёв, от лица которого ведётся повествование. По ходу сюжета герой претерпевает изменения, и к середине романа под влиянием преображающей силы любви перед читателем предстаёт решительный воин, смелый, ответственный и бесстрашный. Йоному Гринёву присуща щедрость и широта души. Он свято чтёт завет отца беречь честь с молоду, поэтому закрывает долг, поэтому делает широкий жест, подарив заячий тулуп вожатому. А уже повзрослевший Пётр Гринёв смог разглядеть в разбойнике национальный характер и незаурядную личность. Все эти замечания дают возможность считать роман Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» как историю воспитания и становления личности. Давайте обратимся к воспитанию Петра Гринёва. Пётр Гринёв родился в семье дворян. Он жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. У Петра Гринёва было два учителя. Это Стременной Савелич и парикмахер и солдат Масье Бапре, который даже не знал, что значит быть учителем. Вместо Петербурга отец отправляет Петра в Оренбург со словами «Нет, пускай послужит вон в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон». Под влиянием всех этих событий происходит формирование характера Петра в Сибири. Пётр свято чтит завет отца и бережет честь мундира. Ребята, как вы заметили, Пётр Гринёв в первой главе говорит о своём воспитании в комическом ключе. Такой приём называется ирония. Ирония – отрицательная оценка чего-либо через осмеяние, насмешливое отношение к изображаемому. Комический эффект достигается благодаря тому, что истинный смысл скрыт. В произведении есть следующие примеры иронии в первой главе. «Надо бы назнать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириной и добротой бумаги. Я решился сделать из неё змей и, пользуясь сном Бапре, принялся за работу. Батюшка вошёл в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды». Второй пример. «Под надзором Савелича на 12-м году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзового кобеля». Достоевский, высоко оценивая «Капитанскую дочку», замечает, что качество романа настолько высокое, что можно подумать, что его написал очевидец романа. Ребята, давайте ответим на вопрос. Почему же Пушкин решил вести повествование не от своего имени, а от имени Гринёва? Ребята, проверьте, правильно ли вы ответили на этот вопрос. Все события осмыслены Гринёвым и несут на себе печать его убеждений. «Капитанская дочка» — история взросления души и становления личности. Гринёв был очевидцем событий. Он может дать оценку действиям персонажей. Антагонистом в романе «Капитанская дочка» является Алексей Швабрин. Давайте сравним Петра Гринёва и Алексея Швабрина. Пётр Гринёв с сочувствием относится к семье Мироновых, в то время как Алексей Швабрин разносит лживые слухи о семье Мироновых. Пётр Гринёв не присягает самозванцу Пугачёву, в то время как Алексей Швабрин примыкает к разбойникам, поправ присягу. Пётр Гринёв держится с достоинством и честью офицера, а Алексей Швабрин унижается перед Пугачёвым. Пётр Гринёв влюблён в Машу и защищает её, а Алексей Швабрин называет Машу полной дурочкой, насильно пытается жениться на ней. Другим главным персонажем в романе «Капитанская дочка» является Емельян Пугачёв. Емельян Пугачёв неоднозначный персонаж. Ему не чужды жалость и гуманность, он талантлив и смел. Вместе с тем он жесток и кровожаден. В глазах власти он преступник, но автор подчёркивает его честность и силу духа. В романе притворяется фольклорная стихия Пугачёва. Пугачёв выходец из народа, что выражается в его речи. Она изобилует поговорками, песнями и сказками. Сказочные черты Пугачёва. Он выступает героем-помощником в романе. Романтические черты – это одиночество, разбойничество, демонизм. В портрете особое внимание привлекается к глазам Пугачёва. Также Гринёв встречается с Пугачёвым в романтических обстоятельствах. И Гринёв видит пророческий сон о Пугачёве. Пугачёв рассказывает Гринёву калмыцкую сказку. «Однажды Орёл спрашивал у ворона. Скажи, ворон-птица, отчего живёшь ты на белом свете 300 лет, а я всего-навсего только 33 года? Оттого, батюшка, – отвечал ему ворон, – что ты пьёшь живую кровь, а я питаюсь мертвичиной. Орёл подумал, давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели Орёл да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орёл клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону. Нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст». Рассказывая эту сказку, Пугачёв сравнивает себя с орлом. Но для Гринёва нет разницы между вороном и орлом, потому что убивать для Гринёва значит питаться падалью. В романе «Капитанская дочка» также есть и женские образы. Это образ Марии Мироновой, дочери коменданта крепости. Внешность Маши непримечательна. Это обычная русская девушка, но она проста и мила. Маша скромная и порядочная девушка, которая, однако, способна на решительные поступки. Вначале она предстаёт трусливой особой, которая боится оружейного выстрела, но впоследствии она находит в себе смелость и отправляется в столицу, чтобы просить императрицу о помиловании Гринёва. Итак, ребята, давайте теперь ответим на вопрос. Почему же роман назван «Капитанская дочка»? Пушкин заострил внимание на образе Марии Мироновой и на бытовой стороне сюжета. Главной темой в романе становится не историзм, а семейная хроника. По словам Юлия Айхенвальда, автор акцентирует внимание на образах самой отрадной и утешительной человечности. Героизм вырастает из будней, из скромного и неэффектного материала. Всего встреч Гринёва и Пугачёва было четыре. Давайте попытаемся пронумеровать их в хронологической последовательности. Ребята, а теперь давайте проверим себя. Первая встреча Гринёва и Пугачёва произошла, конечно же, в Буран, на постоялом дворе. Гринёв отдаёт в дар вожатому Зайче Тулуп. Вторая встреча – взятие Белогоровской крепости Пугачёвым. Казнь коменданта Ивана Кузьмича и расправа над гарнизоном. Третья встреча – в Бердской крепости Слободе. Желание Пугачёва быть посажённым отцом. Освобождение Маши. И четвёртая встреча – сцена казни и кивок Пугачёва-Гринёва. Ребята, давайте выполним ещё одно задание. Подумайте, кому из героев принадлежат следующие слова. Ребята, а теперь проверим себя, правильно ли мы соотнесли героев и их слова. В Швабрину принадлежат следующие слова. Капитанская дочь, не ходи гулять в ночь. Вспомним, что это была такая песня Швабрина. Пугачёву принадлежат следующие слова. Казнить так казнить, миловать так миловать. Гринёву принадлежат вот эти слова. «Молодой человек, если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Маше Мироновой принадлежат вот эти лирические слова. «Последняя моя мысль, последняя молитва будет о тебе». Ребята, сегодня на уроке мы познакомились с главными героями произведения «Капитанская дочка». Мы также узнали, что значит ирония и как она притворяется на страницах романа. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин